Девять дней до свадьбы. Возьмешь? До свадьбы меньше двух недель. За 90 дней мы с Ларисой не раз ссорились. Лично мне было очень даже тяжело. Оставь. Но в последние дни мы разобрались в наших проблемах. Она научилась держать себя в руках. Кольт прекрасный парень. Я люблю его. Думаю, он любит меня. Я сумасшедшая, но с добрым сердцем. Согласен, ты и правда добрая. Мы с Ларисой готовимся к свадьбе. Однако мама не разговаривала с ней после того барбекю. Прошло уже несколько недель. Дебби, я знаю, что вы на меня наговариваете. Но мне все равно. Не нужно обвинять меня в том, что Джон натворил. Я с ним не общалась. Не говорили про меня? Джон сам так решил. Но все. С меня довольна. Хватит. Только троньте, полицию вызову. Достала. Лариса, уймись. Видеть тебя не могу. Мама? Привет. Свадьба не за горами. Лариса должна помириться с мамой. Рецепт ищу. Какой? Домашние пиццы. Пицца? Звучит вкусно. Еще бы. Как с Анджелой поужинали? Хорошо и плохо. А что плохо? Ну, мы с Ларисой немного подсапались, поспорили. Но в итоге хорошо провели время. Я должен был убедиться, что она готова учиться терпению, принятию и доверию. Так и было. И теперь я уверен, что принял верное решение. У нас с Ларисой все сложится. Но главная проблема – ваше с Ларисой отношение. Я не знаю, как с ней поладить. Она меня не слушает. Я не разговаривала с Ларисой после того, как она закатила скандал. Кричала на меня, ругалась без всякой причины. Она наговорила мне гадостей. Не уверена, что смогу простить ее. Ну, я надеялся, что вы с Ларисой сможете хоть как-то помириться. Она должна одуматься, прийти и попросить у меня прощения. Ладно. Не знаю, смогу ли я принять Ларису. Она была неправа. Значит, она должна извиниться. Я люблю Ларису. Хочу жениться на ней. Я знаю, ты расстроилась из-за той ссоры. Не понимаю, зачем Кольт на ней женится. Она стерва. Не уверена, что хочу принять ее в нашу семью. Это меня расстраивает. Меня тоже. За последние месяцы случилось многое. Но я не думал, что мне придется выбирать между мамой и невестой. Если Лариса не извинится, меня ждет непростой Ларису. Жизнь с Ларисой или жизнь с мамой. Надеюсь, что до этого не дойдет. Спасибо. Да, мы добро пожаловать. Чем могу помочь? Мы на маникюр. Проходите. 90 дней подходит к концу. Свадьба уже скоро. Я пригласила Дебби на маникюр, потому что Кольт попросил меня помириться с ней и показать, что я хочу с ней дружить. Нам с Дебби многое нужно обсудить. Если не помиримся, боюсь Кольт на меня разозлится. Я очень нервничаю. Меня зовут Айви. А вас? Дебби. Мы с Ларисой разные. Не уверена, что мы сможем помириться, но я готова попробовать, ведь Кольт считает, что она ему подходит. Посмотрим. Какие вы хотите? С блестками? Хорошо. Французский маникюр? Но не чисто белый. Понятно, придумаем. А вы? Просто хочу, чтобы было красиво. Может, розовые. Вы к нам по особому случаю? Или просто так? Я выхожу замуж. Поздравляю, а когда? Воскресенье. Совсем скоро. Нужен свежий маникюр. Да. А это ваша мама? Моя свекровь. Значит, скоро большой день? Да. Мы с Дебби не ладим. Ссоримся. Да. Я со своей мачехой однажды поругалась, а потом она меня в ресторан отвела. Да? Да. Теперь ладите. Да, замечательно. Свекровь должна быть счастлива. Дебби, спасибо, что пришли. Я хотела извиниться за то, что обидела вас. И вела себя как стерва. Я тоже. Я поступила некрасиво. Да и я. Мы ведь женщины. Да, мы обе сильные женщины. Нам главное, чтобы Кольту было лучше. Мне кажется, нам нужно лучше ладить друг с другом. Я считаю, что Лариса искренне попросила прощения. Поняла, что перегнула палку. Я рада, что она извинилась. И прощаю ее. Так что в будущем у нас будет гораздо меньше разногласий. Как жениха зовут? Кольт. Кольт? Он хороший парень. Спокойный, тихий. С кошкой. Кошкой? У нас кошки. Он маменькин сынок? Да. Да. Я рада, что он женится. Давно пора. Поначалу сомневалась, что у вас все сложится. Но теперь вижу, что вы не отступаете перед проблемами. Он тебя действительно любит. Искренне. Я люблю его на тысячу процентов. Уверена? Да. Кольт без ума от Ларисы. Мы должны с ней поладить. И у нас уже получается. Она изменилась. Да и я тоже. Если понадобится помощь, обращайся. Захочешь поговорить? Я рядом. Мы не обсуждали, что будет потом. Но не волнуйся, я перееду. Вам нужно свое место. Нет, живите с нами. Да. Да. Поначалу я недолюбливала Дебби. Но я изменилась, потому что Кольт попросил меня. Дебби ему важна. А значит, она важна и мне. Я взглянула на все по-новому. Мне не терпится начать новую жизнь с Кольтом. Я нашла новую семью. Спасибо. До свидания. Красиво получилось. Да, мне очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...